Всем привет! Если вы еще не посмотрели видео про странности в церемонии The Game Awards, в которой, возможно, победители знали заранее, то ссылка будет в описании. А теперь помчали смотреть топ игр, которые показали на этой конференции. В новом геймплейном трейлере мрачного приключения и плагу Тейл Реквием, Амитца и Гуго де Рун вновь сталкиваются с легионом чумных крыс, эпидемией и, конечно же, жаждущей к смерти армии солдат. За те годы, что прошли со времен первого приключения брата и сестры, девушка очень сильно подтянула боевые навыки и теперь расправляется с недругами без особых проблем. При этом Амитца и замечает, что сходит с ума. Может, она теперь тоже обладает особым даром, как и ее брат? Или героиня имела в виду что-то другое? Узнаем в следующем году. Напомню, что и плагу Тейл Реквием выйдет на ПК PS5 Xbox Series и будет доступна по подписке Game Pass в день релиза. Студия Flying Wild Hawk совместно с издательством Focus Home Interactive представила на прошлогодней церемонии награждения The Game Awards проект Evil West. Это мясной экшен, в котором главный герой, будучи агентом секретной организации, должен стать на защиту Дикого Запада от вампирской угрозы. На прошедшей в этом году ТГА разработчики показали игровой процесс. Используя разнообразные пистолеты, гаджеты и механизированный наруч, игроки смогут уничтожать орды нежити. Отныне подобное станет возможно и в кооперативном режиме. По мере прохождения игры игрок сможет улучшать свои инструменты и оружие, а также получать бонусы, которые позволят сделать из его персонажа эффективного убийцу вампиров. Как заверяет описание игры, вы получите громоподобный апперкот адреналина в сегодняшнем трейлере с динамичными и интуитивными боями от третьего лица. Разукрасите свою заряженную молнией перчатку кровью монстров, используя жестокие комбо и пробивая себе путь через различные локации странного запада. Сразитесь с неповоротливыми чудовищами, бежащими монстрами, древними вампирами и отправите их обратно в ад, в захватывающих боях и схватках с боссами. Evil West выйдет на ПК, PS4 и PS5, Xbox One, Series X и S в 2022 году. Независимая японская студия Boki Game Studio, основанная геймдизайнером Киэтиро Таямой, стоявшим у истоков оригинальной Silent Hill, официально представила свой дебютный проект – оригинальный хоррор Slither Head. Музыку к игре пишет композитор Акира Ямаока. К сожалению, анонс сопровождался только кинематографическим трейлером, без каких-либо подробностей. Из того, что известно, в Slither Head будет боевая система с огнестрельным и холодным оружием, а сама игра скорее экшен, чем хоррор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В своем путешествии по неисследованным территориям Запретного Запада ей придется столкнуться с разного рода опасностями, такими как естественные угрозы и непогода, опасные противники и смертоносные машины, как старые, так и новые. В попытке исследовать все уголки Запретного Запада Элой обнаружит широкий спектр разнообразных экологических экосистем, включая покрытые густой растительностью долины, засушливые пустыни, снежные горы, тропические пляжи и разрушенные города, как на поверхности, так и под водой. Повзрослевшая Элой теперь еще более искусно расправляется с огромными существами, лихо прыгая из стороны в сторону и пользуясь всевозможным оружием. Временами можно наблюдать слоу-мо, но пока что непонятно, идет ли здесь речь о постановочных моментах, или же игроки смогут замедлять время по желанию. Также в трейлере есть несколько коротких фрагментов с демонстрацией щита, выступающего в роли планера по аналогии с тем, которым пользовался Link The Legend of Zelda Breath of the Wild. Игра является эксклюзивом, выйдет на PS4 и PS5 18 февраля 2022 года. Действие Dying Light 2 Stay Human происходит в европейском городе Вильдарь спустя 15 лет. Его площадь примерно в 4 раза больше площади всех локаций в первой части Dying Light. Игровой мир состоит из 7 районов, но в отличие от прошлой части, не разделено несколько отдельных локаций, и динамически изменяется в зависимости от принятых игроком решений. Как и в прошлой части, для перемещения по городу игрок может использовать паркур, а также наземные транспортные средства, ранее дебютировавшие в дополнении The Following. В отличие от игры 2015 года, Dying Light 2 отсутствует огнестрельное оружие. Игрок может использовать различные виды оружия ближнего боя, а также приспособления, такие как крюк-кошка из первой части. Как и раньше, игроку противостоят различные виды противников, как люди, так и зомби. В игре присутствует кооперативный режим. Согласно заверениям разработчиков, из-за нелинейности сюжета один из игроков должен служить хостом. Гости будут исследовать открытый мир той вариации, которая существует у хозяина, и некоторые оружия и инструменты, открывающиеся в другой сюжетной ветке, будут недоступны. Согласно заверениям разработчиков, из-за нелинейности сюжета один из главных анонсов The Game Awards 2021, вне всякого сомнения, стал Alan Wake 2, которую поклонники Remedy ждали долгие годы. И кажется, в какой-то момент уже окончательно потеряли всякую надежду вновь встретиться с писателем. Если, конечно, вынести за скобки одни однозначное дополнение для Control. В кинематографичном трейлере можно видеть обросшего Алана Уэйка в исполнении актера Илки Вилли, разгуливающего по пустынному городу. Игру представил лично Сэм Лейк, сценарист и творческий руководитель студии Remedy. По его словам, вторая часть будет полноценным хоррором, и, судя по всему, сделает шаг в сторону относительно предшественницы. Alan Wake 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series в 2023 году. Вот такая подборка получилась. А вы в комментариях напишите. Сэм Лейбис или хуёв? Хочу вас попросить подписаться на канал и пробить уже наконец-то эту злосчастную цифру в 500 подписчиков. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!